Ну, кто будет вас первый поздравлять, Женю? Ты скажи, чтобы она приехала к нам, может, мы ей покажем Америку. Приезжать к нам. Как сам? Летом. Потому что только английский ей она поймет. Летом. Ну, давай еще кто-нибудь скажи, Женечка. Не стесняйся. Сейчас я на каникулах. Да, у нас сейчас настоящая зима, стоят большие морозы, выпало немного снега. Вот так. Да, мы тебе потом немножко заснимем, может быть, на улице, посмотришь, как у нас. Беленькая. Здравствуй, доча. Наконец-то я собрался снять тебе любящий фильм о нас. И по этому случаю мы решили тебя поздравить через видеокамеру этим фильмом с Новым Годом. Посылаю тебе также еще кусочек нашего фильма, который я снимал за полу в Израиле. Ну, как у меня, как по-прежнему работаю, занят, всякие другие дела. Ну, вот и все. Женечка, когда ты все это получишь, нам обязательно напишите слово. Пару слов, пожалуйста, нам очень интересно узнать все о тебе. Ну, Вадя, скажи еще что-нибудь. Поговори с английским, поговори, Женечка. Поговори с английским, поговори с английским. Расскажи что-нибудь. Ну, расскажи. Скажи, сейчас Саша и Мика сейчас отдыхают в Мексике, они хорошо, там тепло, они купаются в океане. Ну, уж это включено. Ну, и хорошо расскажут Кутина. Ну, расскажи еще, чем ты занимаешься. Ну, как они выезжают, нам очень скучно без них. У нас скучно. Да? Вадя, конечно, по-русски плохо, хуже говорит, чем ты. Хоть он начал ходить после школы основной на занятия по русскому языку. А, сейчас я хожу в химовскую. Ну, я уже почти кончил весь этот вид. Сядь хорошо. Ну, как ты сел, Вадя? Ну, все, расскажи, что делать. Ну, Вадя, видимо, так засмущен, эта съемка. Видимо, ему легче будет говорить, когда он пойдет в свою комнату, покажет и расскажет, где он уже, как его... Как моя комната. ...выглядит, и чем ему легче там будет в своей комнате это рассказывать. Сейчас мы на минутку прорвемся, перейдем с Вадей в его комнату и продолжим. Еще будет разговаривать и рассказать про свои дела, чем он занимается в школе, какие у них мероприятия. Ну, Вадя, предоставляем тебе слово. Окей, то я... ...пара мне... В ноябре... ...я покупли мне... ...столы. ... ... ... Вот там вот моя кровать. Чем ты занимаешься в школе? Я еще такие внукли. Я сейчас читаю чуть-чуть. Эйнштейн. 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 Я очень люблю играть со зониками. Вот мои милые катарики. Вот здесь я сделаю модель. Чуть-чуть полукованная. И мои дорогие машины, которые я сделала. И просто маленькие машины. Вадим кумир Майкл Джордан. Он умирает по Чикаго Буллс. Поэтому у него висит фотография Буллс. И я сейчас нащу его пачку. Джерси. Джерси. Ну он тоже пытался заниматься спортом. И одно лето играл в бейсбол. И вот у него даже приз, который он получил за игру с его командой. Где он пристает? Бабочка даже не знает, что у Влади есть приз. Нет, я знаю. Ну, Владя, живее. Вы такие же, как и Женя. Женя не знала, что рассказывать. И ты такой же. Смущенный. Из вас не будет артистов. Расскажи, что у нас сейчас сегодня Крисмус начинается. Не начался? Начинается уже. Прошел практически. Прошел, да. Полдня уже. Ну, в общем, да. Что у нас очень красиво украшены все дома. Что ветерем едешь. По-моему, бабушка больше расскажет, чем Вадим. Ветерем едешь, так интересно. Все в огнях. Все сверкает. Все пылает прямо от красоты. Вот из бабушки точно получилась бы хорошая артистка. Она может сниматься в кино по сравнению с Вадим. У нас на улице. Да, и у нас на улице. И рядышком у нас все дома. Кто отмечает Крисмус, у всех украшены. У них, наверное, такого нет в Израиле. Нет. Почему? В Израиле тоже есть кричин, который отмечает Крисмус. Значит, вчера отмечали вечером Крисмус и встречали. У них вчера? Ну, а у нас везде всех. 24-25-го на ночь. Ну, Вадя. Вот. У нас улича. Улица. Снег, чуть-чуть. Ну, там ведь не видно через окно. Ты на втором этаже. Окей. Ну, мы видим, чтобы показать уже не улицу и снег, выйдем на улицу сейчас и снимем на улицу еще немножко. Чуть-чуть, там снег. Да, как мне интересно в этой стороне. Ну, ладно, теперь. Ну, да, мы сейчас оденемся и с ней покажем наши окрестности немножко, около нашего дома, где мы живем. Вот это елочка, которую Вадя посадил. Он, когда перешел в новую школу, ему дали в школе елочку, и мы ее посадили. Надеемся, что она вырастет. К твоему приезду. Ну, к Жениному приезду навряд ли, но когда Вадя закончится, школу может что-нибудь получится. Вот тут у нас такие украшения у соседей, это кто отмечает Крисмас. Потому что тут нигде нету, да? Вот это наша улица, где мы живем. Это с другой стороны, если подъезжать к нашему дому. Вот Вадька, он любит баскетболом заниматься, играть. У него сетка стоит. Ну, что ты такой? Холодно. Холодно на улице. Минус 6 градусов мороза сегодня у нас. Вот мы постояли немножко и замерзли. Так в Израиле тепло, что мы бы хотели бы еще проехать обязательно. В Израиле. Там, конечно, сейчас тепло, хорошо. Ну, что еще нам сказать, Денечка? Скоро приезжает Ника с Сашей, мы их обязательно тоже снимем, чтобы они послали тебе привет и поздравления. И постарайся подъехать к Валику с этой Наташей, чтобы он Валик тебе прислал. У тебя идут целых три брата и одна сестра живет в Америке. В общем, приезжай в гости, и все они будут рады тебя видеть. Ну, очень холодно, и мы пойдем лучше в дом. Ну, замерзли, замерзли. Честно говоря, мы не привыкли уже ездить. Ходить так. Больше на машинах и передвигаемся. Будь темненько у нас.